Дракьюзерс Ньюс Дракьюзерс 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 с этим ребенком астерия для меня допустим очень многое сделала во первых они договорились с роддомом не роды полностью бесплатно были они договорились с метадоном мне приносили туда в роддом то бишь я не бегала там с маленьким детям до в больницу за метадоном мне приносили туда за жилье я не плачу продуктами обеспечивают да там мыло моющими средствами там очень даже хорошо вот побольше бы таких организаций что подольше они еще год будут и потом я слышал так что тоже будут закрываться конечно не хотелось бы в такие моменты вот остыри она очень даже как объяснить защитный наш храм какой-то что ли можно так сказать я не могу говорить громко потому что спит ребенок хотел сказать что в этой комнате начинается каждое утро света она берет своего малыша и идет на сайт заместительной терапии для того чтобы продолжить свой день заниматься своими делами астерия значит дом астерия значит забота и защита что лучше подобных сравнений может характеризовать работу организации а вот еще один человек чья жизнь благодаря астерии изменилась к лучшему астерия она очень много вообще в моей жизни поменяла я благодарна девчонкам я жила здесь раза три они всегда рады они всем помогают с лагеря освобождаются девочки некуда идти жить приходят сюда всегда пожалуйста всем чем могут они всем помогают и с детьми также с ляльчиками с маленькими и вообще у светланы очень большой стаж однако последние шесть лет она не употребляет уличные наркотики являясь клиенткой метадоновой программы бишкеки и в этом тоже заслуга людей застыли а в заместительную терапию я пришла вот потому что не смогла перекумарить честно у меня последний кумар вот именно после героина очень страшный я уже здоровье и возраст и вообще все я не смогла переболеть я пришла в астерию вот стане с р.н. поговорила не говорит давай если хочешь на метадон хотя я противница была метадона ну потом вот так все потому что денег нету уже копытить сил нету здоровья нету все сидеть тоже уже не могу просила девчонок они меня привели на метадон в принципе нормально все я не гоняю да я бабушка нормально вот я вожу детский садик привожу я вообще все могу это меня успокаивает что я не гоняю где чего как там вот это все на сегодняшний день астере оказывает качественную помощь женщинам наркопотребительницам и это замечательно что в бишкеке есть место где им готовы предоставить кровь и обеспечить социальную защиту но есть одно но сегодня это общежитие открыто только для женщин а мужчинам которым негде жить приходится ночевать на улице нам удалось поговорить с одним из них он литовец живущий в бишкеке я последние полгода где-то живу прямом смысле в интернете ну минимум как такого не просто чтоб на улице не жили не превратиться в кого-то сейчас потому что множество знаешь кто-то сидел кого-то дуранули кто-то что-то от нету они приходят и человек предоставлен сам себе а когда у человека нету крыш это основной уже как бы свободные добычи для тех же мусоров допустим я в моменты как не так а раньше был у них первый вопрос что ты еще не вздох что ли но они знали мою газировку все раскололки более здесь я застрял в киргизе сейчас потому что элементарная проблема с теми же документами я не могу восстановить потому что когда-то отправили запрос при балке была когда он придет никто не и вот таких вот моментов много я им было бы хорошо если бы эти вот такие моменты были учтены тоже жилье тоже папам помочь медицинском плане в восстановлении документов особенно тем там допустим наркоману какой допустим я ли кто находится на методоновой программе там чтобы она реально действует допустим чтобы я мог где-то работать чтобы как-то что-то было выхода не то что на одном месте тормознули я прилепился газом методон и я от него не ухожу 8 утра с 8 до часа я должен там быть если меня там не будет мне никто не доход непрерывность лечения это одна из важнейших составляющих программ заместительной терапии но непрерывность это не только к примеру наличие врача на сайте в первую очередь непрерывность это возможность жить полной жизнью не прерывая лечение меня беспокоит именно что каждый день надо ходить пить его да вот каждый день надо на дорогу каждый день надо ехать опоздаешь страх панический остаться без него без методона потому что я я не знаю не пробовала еще остаться без него у меня в голове что у меня большая дозировка что со мной может быть я бы с удовольствием да вот хотела бы чтобы на методоновой программе но изменили то что хотя бы нам могли давать на несколько дней этот методон чтобы не был чтобы не каждый день ходить да что давали как-то я не знаю рецепты какие-то да там ну как то сделали чтобы не знаю чтобы могли на несколько дней хотя бы его давать что можно было съездить на иссекуль в конце концов подобные точки зрения придерживаются не только клиенты программ заместительной терапии нас очень порадовало то что есть бишкеке врачи которые также понимают эту проблему при существующем правиле выдачи методона на двое суток клиент лишается возможности выехать на более длительный срок за пределы того города или того населенного пункта где он употребляет заместительную терапию и клиент вынужден либо употреблять нелегальные наркотики опять по истечении двух суток либо какими-то другими путями изыскивать возможность приобрести нелегальным путем этот методон то есть заместительную терапию конечно мы понимаем все что какая-то часть уходит ну на черный рынок пусть незначительная но как бы она бродит там и клиент если у него есть доступ к этому он либо ищет в этом варианте либо опять переходит на на какое-то время на героин все недостатки государственной системы оказания наркологической помощи кыргызстана отсутствие приютов интегрированной помощи недостаточное социальное сопровождение низкий охват программами профилактики зачастую становится заметны именно благодаря работе некоммерческих организаций даже пенитенциарная система не справляется с поставленными перед ней задачами исправлением и предупреждением новых преступлений ведь часто люди освободившись не могут начать новую жизнь просто потому что не знают как это сделать с чего начать и тут снова на помощь приходят благотворительные организации короче у меня 8 ходок начинают с усиленного с малолетки даже малолетка там тюрьма в зону я не попал и вот усиленный усиленный общий строгий во время своего последнего срока в местах лишения свободы виталий узнал о существовании команды стар плюс если тебе некуда идти нет у тебя родных то есть ты не знаешь после освобождения вообще чё с тобой будет и как ты вообще будешь дальше жить вот они их цель тебе помочь тебя куда-то направить как-то тебя вытащить я заинтересовался так как мне некуда идти у меня нету я потерял и мать и отца и родные все по уезжали я остался здесь один в принципе находясь в местах лишения свободы виталий познакомился со светланой яновной сотрудницей стар плюс она рассказала ему как получить помощь выйдя за ворота лагеря ему нужно было просто позвонить по телефону меня освободили вечером зимой в январе позвонил это светлана янгр вот я вышли меня я за воротами чем не делать дальше все жди сейчас приедет приедут ребята тебя заберут приехал дима забрал меня какие-нибудь документы есть игру кроме волчего билета ничего нету повез меня на туберкулез повез меня на вич повез меня на метадон повез меня на поставил на учет поехали мы в этот главный этот архив нашли мое свидетельство и вот у меня вот это мне что-то так понравилось по вот этим госучреждениям ездить оказывается можно разговаривают люди тем более еще представительный человек если рядом у них совсем нормально разговаривают вот у меня вот это все-все-все я в течение двух месяцев сделал паспорт не ожидал я вообще что так может все круто измениться потому что у меня неоднократно было я освобождался там два-три месяца я может быть держался не кололся потом все-таки кого-то ты встречаешь думаешь а разок вот у него есть бесплатно да ладно разок второй день он пришел неделю он по приходил потом она два дня потерялся уже кумар на третий день ты ему ты чё братова не приходишь принесли надо деньги уже бесплатно нету и все покатило опять же два-три месяца опять и едешь назад сейчас с трудом можно представить себе что бывали времена когда ему просто хотелось умереть я отрабатывал деньги ехал на яму брал 5 грамм героина все закидывал на 5 кубов врезался и отъезжал и меня вот не забирал почему-то можно сказать бог я в отруби вот я в обед укололся от выключился вечером я никто меня не откачивал на поле себя приходил вот не забирает и вот это мне тоже почему-то думаю как же так как я колю грамм меня не забирать значит это о чем-то говорит или может быть для чего то я еще может быть нужен здесь одна из основных задач любой общественной организации не просто оказывать услуги тем кто в этом нуждается но и если угодно быть примером того как гуманный подход в работе с людьми способен решать сложнейшие задачи вот мы сейчас правоохранительный орган вчера только проводили значит с милицией так далее о том что это же мы помогаем тоже им для того чтобы и напряжение то в обществе не было криминально не было постоянно вот этой страха о том что преступность будет там нарастать это ну на мой взгляд вот так мы стараемся убедить мы я думаю мы уже убеждаем первичку убеждаем они уже это понимают уже что-то понимают хотя стигма дискриминации правоохранительный орган нас уже начинает понимать вы понимаете уже где-то вот например мы ходили на пятачок ну мы одновременно делаем уязвимые группы не только луин и своих сработниц и так далее да они уже даже эти вещи понимают что а эта программа работает ну хорошо работайте это уже хорошо это уже большой шаг и снова мы говорим об очевидном для успешного решения сложных социальных проблем государство и гражданское общество должны стать равными партнерами и при этом всегда помнить о том что речь идет о реальных жизнях реальных людей сейчас как бы последние года два до новые вызовы то есть нужно чтобы государство начало финансировать у нас была проведена оценка госпрограммы и из 17 задач 14 не выполнены должно быть больше людей вовлечены должна быть конкурентное как бы такое поле в этом случае даже эти и те организации которые есть сейчас они будут вынуждены двигаться хотите участвовать в программах повышайте качество услуг и так далее потому что ну сейчас дефицит ресурсов и понятно что мы из этих ресурсов должны выжить максимум справа от меня здание парламента киргизии а площадь по которую я иду пережила две революции и сейчас момент перехода программ и услуг для уязвимых групп на государственное финансирование сообщество людей употребляющих наркотики нужно уже четко осознавать какую роль она играет в этом процессе для того чтобы сориентироваться можно просто посмотреть какие цели преследуют люди участвующие в этом а цели просты и понятны сохранить жизни своих друзей близких их семей обеспечить здоровое будущее их детям сделать так чтобы жизненный опыт людей из общественных организаций и понимание ими проблемы изнутри стали фундаментом того самого светлого будущего которому стремится любое разумное общество живут сейчас и работают именно те организации сообщества которые были созданы ради идеи за идею и за людей главная цель чтобы через пять лет уже конкретно сообщества и государственная структура были равноправными партнерами я не говорю что мы должны быть выше ли они выше мы должны одинаково мы должны стоять одинаково на одной плоскости и мы должны работать вместе иначе иначе ничего не будет потому что мы не можем заменить врачей или еще у кого-то да мы можем поддержать мы можем выйти на людей люди нам доверяют но можем их организовать но лечить мы не можем но мы можем также сделать так чтобы эти законы работали не агрессивно надо прийти сказать мы понимаем что вам тяжело мы знаем что у вас есть вот это вот это вот это мы умеем это делать и мы делаем это хорошо и мы готовы вам помочь мы очень надеемся что кыргызстан и впредь будет оставаться ярким примером работы программ снижения вреда и вскоре эти сервисы получат полноценную государственную поддержку честно это просто очень сложно описать словами те чувства которые я испытал общаясь с нашими друзьями из киргизии почувствовали себя частью одной большой семьи спасибо вам что вы встретили нас оставайтесь с нами канал Драгьюзерс Ньюс